Здравствуйте, дорогие зрители! Очень рада, что вы заглянули на мой канал. И сегодня я вам расскажу, как найти свое предназначение, но именно на моем опыте. Поделюсь тем, как я его нашла. А нашла его очень давно. Когда мне было 6 лет, я решила, что я буду снимать мультики. Я решила, что я всех-всех-всех героев мультиков соединю в один большой мультик и буду вот такие делать или мультсериалы, или вот была у меня такая идея мультика. Еще тогда я уже знала, кем я хочу быть. Но я была очень стеснительна. Я была настолько стеснительной девочкой, что однажды я даже видела запись утренника, где все детки выступали, а одна девочка пряталась за маму, когда видела камеру, когда на нее камеру наводили там на весь ряд. Она так пряталась за маму. И я тогда, увидев это видео, подумала, ну вот я, наверное, такая же, как эта девочка. Пока все детки выступают, пока все рассказывают стихи, я буду прятаться за маму. И это я еще поняла в раннем детстве, что я вот такая стеснительная. И я пыталась работать над собой. А еще я смотрела клипы Алины Гросс. Напишите в комментариях, вы смотрели там бчилка, тарарар, бчилка, тарарар, бчилка, тарарар, бчилка. Или там рушный чок. Я подумала, она такая маленькая, а уже певица. Она уже не то, что знает, кем она хочет быть. Она уже есть тем, кем она хочет быть. Наверное, для того, чтобы достигнуть успеха, надо начинать в самом детстве. И в самом детстве надо решить, кем ты хочешь быть и над этим работать. И я начала работать. Я начала со своего стеснения. Я пошла в школу. И в школе мне было очень сложно. Мне было сложно разговаривать. Разговаривать с детками, разговаривать... Мне вообще сложно разговаривать. Вы не поверите, я по сей день иногда стесняюсь передать за проезд. Обратиться к незнакомым людям с просьбой. Ну, смысл им брать мои деньги, обращаться еще к кому-то, передавать. Это им нужно? Нет. Это нужно мне и кондукторше. Все. Совершить это действие. Им это не нужно. И да, меня иногда клинит от стеснения. Напишите в комментариях, есть ли у вас такое, что вы стесняетесь. Я из тех людей, что в детстве стеснялась обратиться к продавщице что-то купить. Знаете, родители отправляют тебя за хлебом, и ты такая стоишь, тетя такая далеко, высокая, и ты такая, дайте хлебо. Вот это я такая, я такая стеснительная. И в школе я стеснялась очень сильно. Разговаривать с детьми, к доске выходить я стеснялась. И самым страшным для меня было это ругаться. Я вам признаюсь честно, меня в детстве вбили. И когда я отвечала маме, и отвечала на ее крик, пыталась защититься, то последней инстанцией были удары. И поэтому я боялась говорить, я боялась отвечать, я боялась говорить в школе, я боялась отвечать в школе. И когда-то я решила, вот даже если меня будут бить, я не сдамся. Я все равно буду отвечать, я не буду молчать. И началось. К 11 классу я уже была самой большой скандалисткой в классе. Я не боялась никого, я ругалась со всеми. Меня, конечно, наверное, не любили. Одноклассники, напишите в комментариях, как вы ко мне относились на самом деле. А все это было просто потому, что я себе решила, я не буду молчать. Я не дам себя в обиду. И вы не думайте, что моя мама плохая. Просто у нее так сложилась жизнь, ее били, она била. Сейчас уже она давно выучилась на психолога, и она уже так не будет делать, пока они мере со своими внуками. Когда они, надеюсь, будут. Ну, это еще одна моя мечта. Не будем о грустном. Боже, даже сбилась. Даже на детях сбилась. Где-то в подростковом возрасте моя мечта снимать мультики уже как-то оформилась, определилась в то, что я хочу быть кинорежиссером. Поступила я, к сожалению, не на кинорежиссера, поступила я в наш национальный университет, на социального педагога-практического психолога. Сейчас делюсь с вами этими знаниями, но, тем не менее, моя душа лежала к искусству, и я начала снимать короткометражные такие маленькие видяшечки. Но я боялась их даже показывать. Я загружала их где-то в ВКонтакте, и один мой знакомый написал, а почему ты на YouTube не грузишь. А я понимала, они никому не понравятся. Вот я загружу видео на YouTube, его никто не будет смотреть. Что вы думаете? Так и оказалось. У меня же топовый канал, меня же все смотрят, я же всем так надо. Ну, это же заказ. Хотя я благодарна тем немногим зрителям, кто меня смотрит. Я чувствую, что я не зря живу. Хоть вас и мало, к сожалению, поделитесь с друзьями, чтобы вас стало больше. А я вернусь к своей мечте. И да, загрузить первое видео на YouTube для меня было достижением. Я снимаю, я не сдаюсь. Я еще с юного возраста писала, писала прозу, даже издала одну свою книгу. И у меня сейчас даже готовы романы. И писала я и сценарии, и даже на каких-то конкурсах они выигрывали. И это все не просто так. Это с разных сторон я захожу к одной и той же мечте. У меня есть студия восточного танца. Сейчас это маленькая студийка, потому что я сильно активно ней не занимаюсь. Но, тем не менее, это тоже одна и та же мечта. Там я лидер. Там я руководитель. Там я реализовываю свои творческие задумки. И это тоже режиссура. Литература – это движение к режиссуре. YouTube – это движение к моей режиссуре. Танцы – это движение к моей режиссуре. И конце-то концов, после университета я поступила в Каневское училище культуры на специальное скино-фото-видеодело. И все равно я еще не снимаю хорошо. Я это понимаю. У меня непопулярный канал. Несмотря на то, что у меня там есть короткометражные фильмы, и он где-то там побеждал. Кстати, вот. Нельзя не похвастаться. Не гнобить же себя все время. И вот эти Оскары – это я сделала в детстве. Потому что я еще тогда хотела стать режиссером. И знала, кем я хочу быть. Но у меня не хватает знаний. Я вам благодарна, друзья, что вы мне помогаете. И операторы. И просто даете обратную связь. Но вы же видите мой уровень. И я же тоже его понимаю. Что я не умею хорошо снимать. И я обращаюсь к вам за помощью. Я уже не мечтаю о втором высшем образовании режиссуры. Потому что у меня уже есть одно высшее. И тем более мне 31 год. А в Украине можно получить режиссуру только на дневном. Вы представляете, еще мне 5 лет учиться. За какие шиши. Но я нашла курсы, которые длятся всего лишь год. И я уже насобирала половину суммы на это образование. Я уже молчу о жизни в Киеве. Как-то я уже выкручусь, заработаю. На еду я просто проголодь проживу. Но помогите мне добрать вторую половину суммы на это образование. Скиньте мне на карточку, кто сколько может. Чтобы я в конце концов научилась таки нормально снимать. Я здесь оставлю номер карточки. Пускай чуть-чуть. Но даже ваше чуть-чуть. Оно поднимет мне веру в себя. Очень надеюсь, что моя история вас вдохновит. И вы выберете и свой путь. И будете по нему идти вместе со мной. Я буду очень рада. До новых встреч!